Вероятность, вероятность. Есть у нас классическая вероятность. Классическая вероятность это то, что было придумано еще в 17 веке. Классик, поэтому она, собственно, классически и называется. Что такое классическая вероятность? У нас есть какой-то эксперимент. Например, мы бросаем игральную кость, и мы предполагаем в рамках этого эксперимента, что игральная кость совершенно такая симметричная. Каждой своей стороной на верху падает примерно с одной и той же вероятностью. Давайте в общем случае считать, что у нас есть некоторый набор исходов, которые обозначаются так вот красиво греческими буквами омега-1 и так далее, омега-n, исходов в рамках какого-то эксперимента. Эксперимент может состоять, конечно, в бросании симметричной игральной кости, может состоять в чем угодно и ином, и мы какие-то такие примеры обязательно разберем сейчас. Главное, что мы предполагаем, это три замечательных свойства. Первое, мы предполагаем, что вот эти вот результаты эксперимента, исходы эксперимента, описаны все, то есть они образуют, как говорят, полную группу событий, полная группа событий, еще раз, полная в том смысле, что никаких других исходов в рамках этого эксперимента произойти не может. Но при этом эти исходы элементарные, то есть они попарно несовместны, попарно несовместны, иными словами, никакие два одновременно произойти не могут. Когда выбросается, например, игральную кость на стол, ну не может она одновременно выпасть из стороной единицы кверху и из стороной двойки кверху. И третье главное предположение, которое, собственно, делается в рамках классической вероятности, эти два, они стандартуют повсюду, а вот в рамках классической вероятности дополнительно еще предполагается, что все эти исходы равновозможны в каком-то там интуитивном смысле этого слова, равновероятности. Ну, то есть вот кость сделана из идеально однородного материала. Вот поскольку они образуют полную группу, поскольку они попарно несовместны и равновероятны, очень естественно считать, что вероятность каждого из них, а вероятность принята обозначать буквой П в честь, ну, практически любого европейского слова, которое обозначает вероятность, там, в билиции, что-то по-французски, вот, да и по-португальски, я думаю, тоже, это вероятность просто по определению полагается равной единице поделить на n, и все. Вот, а дальше нам нужно договориться о том, что такое какое-либо содержательное событие, которое может произойти в рамках нашего эксперимента. И вот я хочу донести до слушателей то обстоятельство, что любое подмножество вот этого вот множества омега-большого, омега-большого называется пространство элементарных событий. Вот любое подмножество пространства элементарных событий, вообще абсолютно любое, в том числе куссое, в том числе оно само, вот это пространство, может считаться событием. Например, когда мы кидаем игральную кость, она может быть четной стороной кверху, может простым числом кверху, а может просто каким-нибудь числом. И вот любое такое явление называется событием. То есть событие – это действительно множество тех элементарных исходов, которые ему, как говорят, благоприятствуют. Множество тех омега-большого, из-за которых оно произошло. Скажем, событие, состоящее в том, что кость выпала черной стороной кверху, это событие, состоящее из двух, четверки и шестерки. Такое множество. И вероятность этого события, ввиду равной возможности каждого из элементарных исходов, которые ему благоприятствуют, естественно, полагать равной вот такому числу, где модулем традиционно обозначается мощность множества, ну, то есть, иными словами, это мощность – это количество элементарных событий, которые благоприятствуют событию. Например, если мы работаем с задачей про кость и хотим посчитать вероятность того, что она выпадет четной стороной кверху, то мы должны просто посчитать, сколько есть четных сторон, их всего три, и тройку поделить на шестерки. Будет одна вторая. Вот. Ну, я подчеркиваю, что бывают вот такие события, бывают вот такие события, это ничему никак не противоречит. Пустое множество называется невозможным событием, просто, в принципе, ничего не произошло. Все они называются достоверным событием, значит, что вероятность его, конечно, равна единице, и это видно сразу из определения. Ну, конечно, любая задача классического вероятности – это в первую очередь задача на то, чтобы понять, что мы будем считать элементарными исходами, а дальше применить просто какую-то комбинаторику для того, чтобы вычислить количество элементарных исходов, благоприятствующих интересующему нас событию. То есть в этом смысле ничего больше умного здесь не происходит. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...